всем привет друзья добро пожаловать на мой канал если вы здесь впервые то давайте знакомиться меня зовут катя я снимаю разного сорта видео и про парфюм и про бьюти и влоги даже иногда и не только поэтому если вас интересует такого рода контент бьюти лайфстайл фэшн пожалуйста не забудьте подписаться оцените это видео непременно и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропускать мы загрузки я загружаю часто отрывай себе раз в неделю так друзья сегодня знакомиться с новым парфюмерным брендом с новым парфюмерным домом насколько это круто насколько это круто я всегда очень-очень люблю знакомиться с чем-нибудь новеньким особенно когда дело речь идет касается когда речь идет или касается парфюмов вот поэтому я постоянно какие-то новые для себя ищу узнаю расследую мне всегда интересно с чего это все началось чего пошла образовалась история самого парфюмерного бренда да и сегодня мы поговорим об а именно о парфюмерном доме который мне очень и очень нравится и называется он eight and bob я выписала довольно много информации о том как началась история этого бренда дело в том что это очень интересная история и она имеет отношение к джефф кеннеди поэтому я хочу вам всю ее рассказать начало и до конца это займет какое-то время поэтому друзья если вам это не интересно я не обижусь но я как бы хочу чтобы вы тоже знали чтобы вы все прочувствовали так скажем да на чем основываются все эти ароматы и так далее поэтому это важная история с чего это все началось и так у меня все выписано альберт фуке сын парижского аристократа входил в элиту французского общества начала двадцатого века и был знатоком парфюмерии в комнате на верхнем этаже семейного замка фуке создавал и совершенствовал различные эссенции для личного пользования с помощью семейного дворецкого филиппа нос на светских мероприятиях он удивлял всех изысканными ароматами которые которые становились все более востребованными в узком кругу общения которые он часто посещал однако фуке постоянно отклонял предложение продажи своего своих ароматов однажды ночью во время летних каникул в 1937 году на французской ривьере это лазурный берег альберт познакомился с очень хорошо их и очень хорошо поладил с молодым американским студентом который путешествовал по франции на кабриолете джон ф кеннеди через несколько минут после знакомства джон кеннеди был очарован ароматом который носил альберт обаяние и дружелюбие джона убедили альберта оставить ему образец своего одеколона запиской в отеле на следующее утро записка гласила в этой бутылке вы найдете капельку французского гламура по возвращении из отпуска альберт получил письмо от джона из сша в котором он благодарил его за добрый жест и сообщал ему об успехе его духов среди его друзей он попросил чтобы альберт прислал ему восемь образцов и если производство позволяет еще один для боба перфекционизм альберта распространялся не только на ароматы но и на все что его окружало он не выполнял заказ пока филипп не нашел в парижской аптеке несколько красивых стеклянных флаконов которые альберт счел подходящими для своего одеколона наконец он заказал несколько коробок украшенных тем же узором что и футболка джона кеннеди когда они встретились а затем пометил бутылки и коробки забавной просьбой джона 8 и боб эйтс и боб это название бренда да несколько месяцев спустя альберт был удивлен когда начал получать письма из америки с просьбами от различных голливудских режиссеров продюсеров и артистов и актеров таких как кэри грант и джеймс стюарт все хотели одеколон эйтс и боб о котором по-видимому они узнали от отца джона который поддерживал отношения с известными звездами благодаря своим предыдущим деловым предприятиям в киноиндустрии к сожалению успех этого одеколона не распространился дальше весной 39 года альберт погиб в автокатастрофе под биорицем это во франции филипп единственный человек который мог выполнять заказы продолжал работать только несколько месяцев так как начало второй мировой войны вынудило его оставить работу в семье фуке в последних партиях филипп прятал флаконы в книгах которые аккуратно вырезал вручную чтобы нацисты не захватили одеколон спустя десятилетия формула эйтс и баб была полностью восстановлена вместе тщательно обработанным производственным процессом в очередной раз он стал одним из самых эксклюзивных одеколонов предпочитаемых самыми элегантными мужчинами в мире вот такая вот потрясающаяся на мой взгляд история начала бренда по совершенно случайности который образовался благодаря встрече просто судьбоносной с таким человеком как джон ф кеннеди вы представляете да это просто невообразимо на мой взгляд это удивительно и интересно мне всегда было кто такой этот боб он сказал я мне нужно пришли мне вот эти вот одеколоны для восьми человек и боба мне кажется может быть его брат его брат звали роберт насколько я помню может роберта иногда называют боб как-то называют роб и боб вот может быть это его брат короче это такая загадка интересно мне это нравится ужасно друзья я вам хочу сказать здесь правильно написано предпочитаемыми самыми элегантными мужчинами в мире это скорее мужской бренд чем женский но друзья это ниша поэтому это унис секс в любом случае я все эти ароматы о которых сегодня пойдет речь о 6 их ароматах это насколько я знаю все ароматы которые у них существуют я их могу сама с удовольствием носить я их распределила по местам все в порядке у меня есть любимчики и которые мне не нравится нравится меньше так скажем да как всегда вот я не могу сказать что прям вообще не нравится но нравится меньше гораздо чем те которые заняли первые места вот кстати говоря друзья этот эйтенба бренд он вот тогда славился среди знаменитости киноиндустрии так далее и сейчас тоже как бы сейчас многие голливудские звезды обожают носить вот этот вот дэриджинал он называется вот этот вот самый оригинальный вариант который так полюбился джону f кеннеди и благодаря которому этот бренд вообще состоялся так друзья начинаем надеюсь это было не слишком долго но это очень интересно мой взгляд и так на шестом месте аромат под названием чем д провал я опять со своим французским но это что-то явно связано с какими-то про с провансом и с каким-нибудь наверное полями да так как шам шампе лизейс это елисейские поля это у меня такая ассоциация и так ноты бергамот апельсин груша жасмин роза цветение апельсина амброксон матэ и мох их описание свежий зеленый и цитрусовый этот аромат отражает красоту прованса аромат шампе прованс привлечет вас и великолепным красками прованса и свежестью его аромата значит друзья мое мнение так как он у меня занял последнее место значит смотреть что я думаю это еще один цитрусовый аромат он супер свежий и яркий и снова к сожалению когда речь идет о цитрусовый ароматах мне нравится конкретно цитрусовый аромат и а вот такие это вообще не моё слишком реалистичный апельсин друзья который у меня конкретно вызывает раздражение я люблю запахи апельсина но не настолько реалистично например это какой-то парадокс вот как я у меня один из моих самых любимых ароматов как раз основа на апельсине но когда кто-то рядом есть апельсин меня это дико раздражает этот запах я вот терпеть не могу и поэтому вот это точно такой же запах свеже нарезанного апельсина именно вот в этом аромате и это мне не нравится объективно он как бы хороший летний аромат для любителей подобных нот он особо не меняется на протяжении носки вот поэтому я бы поставил к сожалению только два из пяти и поэтому он меня занимает последнее почетное шестое место двигаемся дальше на пятом месте memories д мастик мастик это такой остров на карибах ноты бергамот не роли петти грейн жасмин цветение апельсина смантус амбра древесные ноты белый мускус их описание дань тем кто испытал на себе магию этого уникального острова идеальное сочетание различных нот петти грейна не роли жасмина и ценных пород дерева мое мнение друзья это очень свежий цитрусовый аромат опять же да идеальный для лета и весны это весь набор цитрусов которые я не люблю поэтому аромат совсем не моем вкусе но как бы для любителей подойдет идеально я имею ввиду вот как бы не роли петти грейн жасмин цветение апельсина я терпеть не могу все эти ноты поэтому он цитрусовый но опять же не тот совершенно цитрусов который мне нравится обычно в базе как и указано превращается в древесный приятный аромат с дымком и мне нравится уже гораздо больше поэтому он у меня занял три получил три балла из пяти вот и занимает пятое место двигаемся дальше четвертое место тот самый the original тот самый оригинальный аромат от jfk ноты кардамон лимон розовый перец дерево ладанник листы фиалки амбра сандаловое дерево и ветивер их описание самый эксклюзивный парфюм созданный альбертом фуке классика шедевр элегантный аромат вне времени сочетающий себе нотки древесной свежести и розового перца друзья мое мнение это очень приятный классический и элегантный вариант он лучше подойдет мужчинам чуть постарше на мой взгляд ну это и логично друзья правильно вот представьте себе какого-нибудь голливудского актера там брэда пита или что-нибудь в этом роде вот вот так вот он довольно сладкий и томный поэтому скорее на вечер или зимнее осеннее время года или отлично подходит на какой-то слу особый случай или выход в свет опять же да вот 4 с питьем поставила замечательный аромат но немножечко он как бы он такой прям классический сильно вот так двигаемся дальше на третьем месте кэп ди антибз ноты береза мята листы фиалки корица мох кедр арома палочки и ваниль их описанием аромат вдохновленный летними днями французской ривьеры этот аромат отражает сущность лазурного берега незабываемые золотые закаты красивые пейзажи и эксклюзивные вечеринки мое мнение друзья это очень свежий аромат идеальный для лет и весны освежающий бодрящий очень ароматный обожатки запхи в базе древесный с дымком уютный и подходящий для многих случаев многих у меня или летних написано уже не понимаю короче четыре с половиной из пяти четыре с половиной из пяти этот я этот был один из тех которые я рассматривала покупки в большом варианте да вот но пока я отложила то есть этот я пока не собираюсь покупать большом варианте тем не менее четыре из пяти это очень хорошая оценка итак переходим к нашим победителям второе первое место по 5 баллов друзья второе место ну и д магов магов это такая деревушка во французских альпах ноты гвоздика грейпфрут петтигрейн черный кофе корень фиалки бабы тонко мох табак и ветер их описание аромат посвященный волшебным ночам здесь написано межева наверное межев все-таки правильно по-французски запах горного воздуха и леса дух волшебной ночи друзья мое мнение это очень ароматный вариант он уютный он успокаивающий аромат с пудровыми нотками идеально подойдет на вечер необычный и выделяющийся из массы он уникальный друзья и он есть у нас это вот он это у меня 30 миллилитров это я покупала оператору в качестве подарка так что вот друзья у меня есть возможность вам показать как это все выглядит вот в такой коробочке все приходит вот название аромата и и сейчас вам покажу написано что сейчас скажу где здесь написано где он сделан сделан сделано они в испании так открываем и вот он такой хорошенький симпатичный 30 миллилитров так вот и я вам хочу сказать что потрясающий совершенно аромат опять же все как я вам описала немножко пудровый на вечер летний просто идеально подойдет я его обожаю просто чуть-чуть совсем брызну чтобы не переводить да вот и здесь на этой штучке тоже логотип эйтен баб вот эйтен баб вот так очень симпатичная бутылочка минималистичная все как я люблю безо всяких изысков знаете ли великолепие сплошное так то да 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 первое место друзья первое место мой самый любимый аромат от этого бренда под названием египт египет ноты кардамон мускатный орех кожа почули сандаловое дерево лаванда лимон и мох их описание аромат вдохновленной культурой древнего египта глубокие ночи невероятное сокровище золотые пески были источником вдохновения величие египта формате аромата классные писания такие и так мое мнение друзья это восторг 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 восхитительный свежий легкий мега ароматный вариант с нотками лаванды освежающие поднимающие настроение однозначно супер свежий и притягательный вот это еще один подарок оператору был вот видите они как бы различаются цвета полосочек и друзья египет смотрите он другого цвета у него жидкость другого цвета у ничего себе смотрите да какая у него ничего себе даже до этого их не сравнивала так ну-ка вот у этого вот ну и да смотрите какая жидкость прозрачна а этот прям такой желтенький классно так я египет а я не могу я просто его обожаю я сейчас сюда брызну тоже чуть-чуть совсем вау абсолютно два разный аромат друзья 5 из 5 естественно абсолютно два разные это такой знаете он мега такой он фужерный да он супер свежий он идеально на весну-лето этот идеально на осень зиму или на летний вечер но это вообще это просто у меня так настроение сразу улучшается когда его чувство египет друзья в общем это замечательный бренд в целом не очень необычный аромат и все шесть они разные они как бы многие из этих цитрусовые да но цитрусы они тоже все по-разному раскрываются в зависимости от того как ноты перемешаны между собой да и все такое вот поэтому друзья я знаю что в россии продается это нбо по крайней мере до последнего времени продавался точно мне кажется может быть на духе рф видела или в каких-то других летуаль что-то в этом роде короче я точно знаю что он у вас есть поэтому друзья может быть для девчонки да если для подарки для молодого человека для брата для папы там знаете присмотритесь они будут если вы купите от этого бренда аромат они точно не будут пахнуть как все это ниша и это полный восторг они кстати я бы не сказал что они сильно дорогие если честно так что вот познакомились с еще одним парфюмерным домом у меня уже еще один уже все подготовлен выписан я в ближайшее время сниму видео для вас напишите может быть у вас какие-то есть какие-то бренды которые вас конкретно интересуют и я бы по возможности с удовольствием что-нибудь сделала какой-нибудь обзор вот поэтому дайте мне знать подписывайтесь оставайтесь наш замечательной компанией а пока тогда будем прощаться желаю вам хорошего настроения и надеюсь увидимся в ближайшем будущем пока пока